Три, два, один. Здравствуйте, друзья! Сегодня у вас встреча с великолепной темой, тема путешествий. И несмотря на ситуацию, которая вокруг нас ежедневно то улучшается, то ухудшается, внешне, внутренне, вокруг нас наши события в семье. Тем не менее, тем не менее, что-то у меня перейдёт дубль. С великолепной темой, тема путешествий. Вот, и для начала я хочу вам продемонстрировать, напомнить об важном моменте жизни каждого из нас. Продемонстрировать небольшой ролик, посмотрите его, пожалуйста. Если бы вам необходимо было рассказать одну из самых важных идей в вашей жизни, с чего бы вы начали? Меня зовут Антон. Полтора года я путешествовал по всему миру с программой «Орёл и Решка». За это время мы объездили около 40 стран и около 65 городов, побывали в удивительных местах в самых разных уголках нашей планеты. Конечно, рассказать обо всём, что было в коротком ролике, просто невозможно, но если сжать эти полтора года до одной мысли, одного тезиса, то это будет ответ на простой вопрос. Почему люди путешествуют? А, даже не так. Зачем нужно путешествовать? Так, если бы вам необходимо было рассказать одну из самых важных идей в вашей жизни, с чего бы вы начали? Ну, наверное, с музыки. Зачем нужно путешествовать? Шесть простых идей, которые я вывел для себя за полтора года поездок в режиме нон-стоп. Перезагружаться. Нам всем нужно менять обстановку и привычный образ жизни. Выехать из города, разбить палатку на краю земли, пить вино в Шанхае или Гиннес в Дублине, прыгнуть с парашютом в Аризоне. Или просто забыться где-нибудь на пляже. Отдохнуть, накопить сил и почувствовать, что ты снова готов к работе. Развиваться. Увидеть, как серфят на Гавайях, попробовать встать на доску, а уже через год катать как профи. Приехать в Латинскую Америку, посмотреть, как танцуют танго или дерутся чулитас. Увидеть местный граффити с непонятными надписями. Сотый раз послушать Деспасита, вернуться домой и начать учить испанский. Вдохновляться. Любоваться фресками Сан-Иньяццо или узорами часов неблагодарения. Прокатиться по каналам Венеции и увидеть закат над Толедо. Найти дом, построенный на лаве в Исландии. Или город на высоте 3,5 тысячи метров в Боливии. И понять, что для человека нет ничего невозможного. Знакомиться. Подружиться с Растаманом на Ямайке, с пилотом в Коста-Рике, с бабулей в Перу. Выпить кумыса в казахской семье и получить помощь, когда она по-настоящему нужна. Начать снова верить в людей и осознать, что хоть знакомство и нельзя повесить на холодильник. Они – самый ценный сувенир. Сравнивать. Ворчать на климат, а потом посмотреть на активные вулканы в Никарагуа. Пережить легкое землетрясение в Чили и понять, что ты живешь в стране с прекрасным климатом. Ворчать на судьбу, а потом увидеть, как живут люди в Мумбаи. И понять, что живешь ты на самом деле – очень неплохо. Посмотреть на другие порядки, законы. Посмотреть, как жизнь может идти по-другому. Или, как сказал сэр Ирвин Уэлш, только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос. Ты можешь увидеть, как люди платят за парковку в Европе. Как чисто в Токио. Вернуться в свой родной город. И попробовать сделать его чуточку лучше. Путешествуя, ты понимаешь, что наша земля очень маленькая. А перелет другой полушария – это не 7 тысяч километров. А один раз поспать, два раза поесть – и ты уже на другом конце света. После того, как начинаешь путешествовать, понимаешь, что наша земля – это большая коммунальная квартира, где нужно знакомиться со всеми жильцами. И иногда заходить к ним в гости. Ты понимаешь, что мир открыт. Нужно просто протянуть ему руку. Путешествуйте. Оно того стоит. Ну, вот, ребята, маленькое короткое видео. И единожды уже видели. Но я позволила себе напомнить немножко вам вот именно об этой части нашей жизни, о путешествиях, насколько они все же нужны и важны. Меня зовут Ольга Прудникова. Я живу в городе Минске. Очень люблю этот город. Очень люблю страну Беларусь. И счастлива. Вот не побоюсь этого, этой фразы. Я счастлива от того, что в нашей стране мирное небо, добрые люди, все хорошо, все замечательно. И поэтому у нас есть возможность путешествовать, несмотря на все те проблемы, о которых я вначале упомянула. Друзья мои, многие могут меня не знать и будут смотреть запись, вернее, мое выступление в записи. Поэтому очень надеюсь, что чем-то вам сегодня буду полезно. Но помогать я себе буду с помощью слайдов. Одну минутку, я сделаю настройку. Я надеюсь, что слайды вам видны. И первая фотография. Первая фотография – это набор очень красивых видов, которые многие из вас, я думаю, я надеюсь, и я в этом уверена, если не сейчас, то позже, обязательно посетят эти сказочные места нашей планеты. И те впечатления, которые вы привозите из своих путешествий, они всегда остаются с нами в нашем сознании, в нашем мировоззрении, в нашем настроении, в конце концов. Но прежде чем продолжить дальше говорить о том виде путешествий, который я для себя выбрала, я хочу вас попросить определить ваш тип путешественника. Возможно, для вас будет несколько неожиданно. Вот такой вот небольшой опрос. Смотрите, я вам демонстрирую круг, который разделен на четыре части. Это условно, это самые типовые разделы, отделы, можно назвать это по-разному, тех типов, к которым относят люди себя как путешественники. Первый тип – это те люди, которые путешествуют бесплатно и виртуально. Что это такое? То есть они любят просматривать разного рода туристические передачи, сидят на диване, с попкорном, с чаем, с любыми другими удобными для себя и вкусняшками и просматривают все то, что для них наснимали путешественники, блогеры. Вот один из роликов вы видели в начале нашей встречи. Но эти люди никуда не ездят. Они находятся у себя дома и любят путешествовать через телевизор. Второй тип путешественников – они реально путешествуют, они пользуются услугами турагентств, туроператоров. И здесь тоже есть и прелесть, свои прелести, свои недостатки такого вида путешествий. Но любые… Ну, понимаете, в каком мире мы сейчас живем. Тот же курс валют, который в последнее время особенно резко начал подниматься, они делают наши путешествия очень затратными по деньгам, а чаще всего для некоторых слоев населения даже и невозможными. Есть статистика Ассоциации туристических организаций, которая говорит о том, что при курсе доллара… Я буду говорить о российских рублях. При курсе доллара 110 российских рублей и выше путешествия становятся на стоп. Люди перестают приобретать свои туры, поездки и отказываются от отдыха, от перерывов в своей напряженной работе, будем так выражаться, да? Есть еще один тип путешественников. Это обычно те люди, которые путешествуют, да, они путешествуют бесплатно, но для этого, для того, чтобы получить какой-то тур, какое-то путешествие в подарок, они проводят очень напряженную работу в течение года, а иногда и полутора. Выполняют… Ну, чаще всего это те люди, которые занимаются продвижением товаров, услуг через принцип сетевого маркетинга, да? И вот для того, чтобы путешествовать в каком-то командном туре, они должны выполнить миллионные товар работы, работая практически на износ, да? И когда к ним обращаешься и рассказываешь о своей возможности, которую я вам сегодня дальше буду показывать, они часто говорят, да, у нас тоже есть такие туры, но эти туры отличаются тем, что они не сами их выбирают, не сами выбирают, с кем поехать, не сами планируют время для такого путешествия, то есть, да, у них есть возможность выехать бесплатно, но это ограничено определенными условиями для них. И вот самый интересный сектор – это четвертый сектор. Ну, на мой взгляд, интересный, возможно, вы будете другого мнения. в этом секторе я представляю вам тип путешественника, которых уже более миллиона в мире насчитывается, более миллиона двухсот даже, я скажу, да, и эти люди путешествуют из более чем двухсот, как правильно это сказать, из более чем две сотни стран. Практически весь мир охватывает этот тип путешествий. При этом они не только путешествуют выгодно, но и получают при своем желании, при своем стремлении даже оплату за свой собственный отдых. Вот именно про такой тип путешественников я буду вам дальше рассказывать, потому что я сама принадлежу уже с 2018 года именно к этому сообществу. итак я вам предоставляю презентацию клуба путешественников. Сегодня мы о нем поговорим более подробно. Еще раз представлюсь, я Ольга Прутникова. Как вы понимаете, я не только путешествую, но при этом я имею статус партнера нашего замечательного клуба. Я думаю, многие уже про него знают, но кто не знает, слушайте внимательно, у нас очень интересная информация. Моя история в клубе, как я и говорила, я вступила в него в 2018 году, но вот за этот период, с 19 по 22 год, учитывая, что была пандемия два года, и учитывая то, что мой рынок, на котором работаю я в свете последних событий мировых, тоже уже второй год находится в определенном ограничении, но мне удалось совершить шейд-произер. В основном я путешествовала по Европе. Знаете, почему? Потому что до этого у меня не было этой возможности посмотреть Европу так детально, более широко, более масштабно, как у меня появилась такая возможность в нашем туристическом круизном клубе. Видите на слайде страны, где я уже успела побывать, это Финляндия, Швеция, Испания, Италия, Франция, Германия, Мальта, Бельгия, Англия, Америка и страны Персидского залива, я их отдельным списком здесь не перечисляю. Ну и несколько фотографий из моих путешествий. Поверьте, ребята, вот тот первый слайд, где были такие посторонние чьи-то фотографии, это вот эти фотографии, мои личные. И это, уверяю вас, буквально малая часть тех фото и видео, которые я привожу в своих путешествиях. Опять-таки, возможность мне это дает, возможность путешествовать мне дает членство в нашем туристическом круизном клубе. И я думаю, что вам будет интересно узнать, как бронировать в нашем сервисе круизы, отели, курорты, при этом экономика 25% и выше, как путешествовать без личных расходов, дополнительных, помните, в сектор два. То есть люди путешествуют, люди позволяют себе разного страны и поездки, но при этом они несут большие затраты по расходам. И при этом я позже немножко, если будет время, может быть, отдельной встречи могу с вами поделиться, как построить и на бизнес на партнерской программе в нашем сообществе. Но это не тема нашего сегодняшней встречи. Кому подойдет предложение нашего клубного сообщества? Всем тем, кому нравится идея сделать путешествие своим стилем жизни. Уверяю вас, каждый из вас не откажется от экономии на своих расходах, повторяю снова эту фразу, от 25 до 100% такая возможность тоже есть экономия в нашем клубе. Ну и наше предложение прекрасно подходит тем, кому надоели турпакеты, надоели проблемы с турагентами, с туроператорами, надоели проблемы с заселением, выселением, с трансфером турагентов или туристического пакета. При этом люди, кто пользуется услугами туроператоров, они не секрет находятся все время на одном месте, на том месте, куда они отправились путешествовать, но, например, они при этом хотели бы посмотреть еще что-то дополнительное за свой отпуск. Вот такую возможность мы тоже предоставляем. Хотели бы вы по миру попутешествовать? Я думаю, что у любого из нас есть такая мечта, Барселону, побывать в Азии, побывать в Америке. я, честно говоря, выбирала когда свой первый круиз, свое путешествие с нашим клубом, мне очень хотелось, я мечтала посетить именно Барселону. И вот с тех пор, с первой встречи я влюбилась в Барселону. Это всегда стараюсь, это моя любовь. Ну, кто был, тот меня поймет. не знаю почему, ну, просто не могу понять почему, но меня все время туда тянет. Я всегда стараюсь выбрать порт отправления именно из Барселоны. Во-первых, это очень удобно. Лично для меня добираться из Нинска до Барселоны было до некоторых пор. Но я думаю, определенные проблемы, которые сейчас у нас возникли с логистикой прибытия в порт отправления, они скоро закончатся. Поэтому очень удобно было выехать в ближайшую европейскую страну на лоукосте из порта отправления отправиться в любую точку Европы. Вот я немножко на Барселоне вам поподробнее зависла и акцентировала внимание, извините. Вот. И поэтому говоря все время клуб-клуб-клуб, я хочу немножко сама себя поправить. Я собственно не клуб вам предоставляю, а именно сервис бронирования, который есть в этом клубе. И этот сервис бронирования он создан для тех, и для того, чтобы осуществлялись ваши мечты связанные с путешествиями. Этот клуб, этот сервис, он работает для того, чтобы вы стали частью сообщества единомышленников по всему миру обрели уверенность в себе и получили признание от своих родственников, от своих друзей, от своих подписчиков, если вы активно ведете свои соцсети, обрели уверенность в себе, повторяю, изменили свою жизнь и жизнь своих близких, и сразу сделаю акцент на себя, что моя жизнь действительно, реально, очень сильно изменилась, когда я стала путешествовать именно через этот сервис бронирования, через наш туристический провинный клуб. И у меня, кто знает, есть дочь, я ее очень люблю, она у меня одна, к великому сожалению, больше детей у меня нет, но эта дочь вместе со мной путешествует постоянно, и я очень радуюсь тому, что она уже в свои годы видит мир совсем другими глазами, да, не так, как я в свою молодость не могла позволить по разным ситуациям, по разным обстоятельствам вот такие, вот такого типа путешествия, и, собственно, и путешествовать я начала именно ради того, чтобы показать своей дочери, своему ребенку этот мир совершенно с другой стороны, не с телевизора, а именно воочию, да, вот, ну и кроме того, в нашем клубе кто ведет именно тревел-бизнес, они получают своего рода развитие, и любое путешествие всегда идет вам в пользу и в рост вашей личности, вашей личности и рост, договорилась. Значит, что представляет собой наш инкрузис? как я уже сказала, это сервис, агрегатор самостоятельного бронирования. Вот вы знаете, я очень люблю самостоятельно выбирать все то, что мне понадобится в путешествии. До нашего клуба я всегда самостоятельно приобретала билеты, самостоятельно бронировала место отдыха, куда мы поедем, ну, трансфер заказывала, то есть у меня был уже опыт пользоваться определенными сервисами через интернет. Чем понравился наш туристический клуб, что он дает эту возможность, она изначально заложена как услуга самостоятельное бронирование, но именно круизного отдыха. Круизный отдых я сейчас еще тоже немножко отвлекусь, я сама впервые узнала, попробовала в 2012 году, когда с друзьями мы совершили небольшое, короткое, трехдневное, если я не ошибаюсь, трех-четырехдневное путешествие по Балтике с посещением Швеции, Финляндии, Санкт-Петербурга, и это был паром, я думаю, многие уже отдыхали таким образом, и вот именно эта поездка дала мне вообще первое представление о том, что существует такой вид отдыха, путешествия на морских лайнерах, но это был не лайнер, это был паром, это другого типа совершенно судна, вот, это был 12-й год, а в 16-м году через 4 года, отдыхая в Черногории, опять-таки самостоятельно говорю, что я выбирала себе свои поездки, отдыхая в Черногории на Свято-Стефани, есть такое место туристическое, шикарное, недалеко от Бока-Катурской бухты, мы отправились, чтобы себя развлечь, мы отправились вот именно на экскурсию в эту Бока-Катурскую бухту, и там, в этой бухте, ребята, я впервые увидела те лайнеры, на которых потом стала путешествовать, эмоции, их очень сложно передать, когда-то их не испытал, ну, я постараюсь, понимаете, это было что-то невероятное, когда увидела я первый лайнер, который заходит в узкое горло этой бухты, а бухта, она сама бывшая столица пиратов средних веков, там базировались пираты, и там построена большая крепость, их пиратская, теперь это нынешняя историческая часть города Котер, Черногории, и мы находились на воде, на небольшом катере, плыве, там есть искусственный остров, в районе которого, или даже просто на воде в этом месте была в свое время обретена икона Божьей Матери, и там поставили место, вернее, сделали искусственный остров и сделали церковь с этой иконой, и мы плыли к этой иконе, и навстречу мне в бухту заходит один лайнер, второй лайнер, многоэтажный, белоснежный, мы все время говорим, мы любим говорить, белоснежные лайнеры, вот это было, это первая была встреча с таким, с таким кораблем, будем так говорить, мы съездили на экскурсию на этот остров, вернулись к пристани, и эти лайнеры, два, по-моему, они там не могут много парковаться, бухта, небольшая пристань, и они по очереди заходят и выходят, и стояло два лайнера, стояло два лайнера, и они вот там, порт такой, когда будете в Которе, обязательно обратите внимание, ну, и вы все равно это увидите, порт находится прямо вот рядом с исторической частью входа в крепость, и люди, которые находились на верхних палубах, которые не стали спускаться на экскурсию, они были практически, вот они, ну, видны, видно были лица, видна была одежда, и я стою внизу и смотрю на них, и, господи, думаю, что это за люди такие, небожители, которые путешествуют вот так, когда-нибудь в моей жизни будет такая возможность, и вы знаете, вселенная, она настолько безгранична и щедра, и она меня услышала, она меня услышала, и в восемнадцатом году мои друзья, мои знакомые, они рассказали мне о нашем круизном клубе, который дает возможность путешествовать выгодно и с экономией, и вот о нем я вам сейчас вот и хочу рассказать, то есть, пока я вам с вами рассказывала, вам рассказывала по Черногории, я думаю, вы слайд изучили, так вот, наш сервис самостоятельного бронирования, он предоставляет теперь две платформы, первая платформа это чисто круизный отдых, вот, более двадцати одной тысячи предложений, плюс, они находятся на этой платформе, и уже более года у нас работает вторая платформа по бронированию отелей, отелей, курортов, ресортов. К сожалению, территориально мы пока не можем в Беларуси этим пользоваться и в России, но наши коллеги из других стран, тех же стран СНГ, активно бронируют и привозят массу впечатлений о качестве, уровне, уровня и отдыхе в этих отелях. Я думаю, нам тоже скоро откроется такая возможность. Ну и, чтобы вы понимали, внизу логотипы наших партнеров, круизных партнеров, которые предоставляют нам свои предложения. Здесь несколько круизных линий, одна из самых любимых и популярных у меня лично это MSC круизы. Вы не поверите, все мои шесть путешествий, практически, четыре из них это были MSC круизы. Есть, конечно, у меня в активе и отмененные круизы на совсем других круизных лайнерах, но отмены у нас происходили опять-таки 20-21 года это пандемия, 22-й и 22-й год это военная ситуация, потому что круизные линии просто не знали, куда пойдут развиваться события, и чтобы не рисковать своими пассажирами, через наш клуб были сделаны отмены для тех, кто уже успел забронироваться. Почему у нас, да, и конечно, я не упомянула, но я думаю, понятно, если многие люди уже более человек по миру пользуются нашим сервисом бронирования, соответственно, они имеют какие-то выгоды, да, и вот опять-таки давайте порассуждаем, почему же у нас цены на наши предложения дешевле, иногда даже в три-четыре раза, чем у турагентства тех же самых, да, потому что принцип работы линейного туристического бизнеса таковой, у поставщика услуг берется продукт турагентом, даже не турагентом, туроператором сначала, потом у туроператора турагент берет, турбюро берет, а потом берет турагент, и каждый посредний вот эта цепочка делает свою наценку для того, чтобы получить свою прибыль от реализации этого продукта. Клубе энкрузоса это полностью отсутствует, у нас нет никаких посредников, у нас нет накладных расходов на содержание персонала в офисе, еще какие-то дополнительные расходы, то есть мы берем, бронируем опять-таки самостоятельно через специальный наш сайт интерактивный в интернете напрямую от круизной линии, партнеры были на предыдущем слайде, которые с нами сотрудничают, то есть по ценам поставщика, без всяких накруток и наценок, мы приобретаем свои круизы. Круизный отдых априори дешевле на 30% уже, чем наземный, плюс у нас идет экономия, опять-таки повторю, от исключения посредников. Ну и для примера схожие агрегаторы, которыми вы возможно уже пользовались, тот же Booking, AirbitB, Aviasales, Uber, это крупные торговые площадки, которые предоставляют определенные услуги в интернете. Такой же деятельностью занимается и наш сервис. Ну по отелям немножко пару слов. Вот наши партнеры, да, такие известные отельные сети, как Hilton, Marriott, ну и дальше читайте, кто знает эти отели, то вы можете, вы понимаете, что они недешевы сами по себе, по миру, да, эти курорты, но через нашу платформу вы также имеете возможность с экономией забронировать даже если не весь отпуск, всю поездку, куда вы там отправитесь и выберите какую страну. Вы можете перед своим круизом взять день-два и в том порту отправления выбрать отель на нашей платформе, чтобы с комфортом и с интересом провести время, изучить страну, если вы в ней первый раз, или город, в который вы давно хотели посмотреть, у вас сегодня было времени, ну вот, как бы, предоставление таких возможностей у нас широко практикуется. Ну, немножко подробнее про круизы, почему, потому что я полюбила очень этот вид отдыха, мне он нравится тем, что в первую очередь это выгодно, я повторяю это снова, что у вас нет необходимости в дополнительных затратах на перелеты и переезды из одной страны в другую, почему, потому что круизный тур, он всегда проходит по определенной программе, то есть из порта в порт, из порта в порт, из порта в порт, утром лайнер приходит в какой-то порт, там он стоит целый день, у вас есть возможность посмотреть город, если это город, если это пляжное какое-то курортное место, отдохнуть на знаменитом пляже, который вы давно хотели посмотреть и отдохнуть на нем, ну и так далее, да, а ночью, вечером, пассажиры возвращаются на лайнер, и вечером, ночью он совершает путешествие, переход в другой город или в другую страну, в другое место своего маршрута, дальше, чем еще безумно не понравились и я уже по-другому, ну по-другому просто не представляю свой отдых, это то, что в круизном путешествии у вас абсолютно все включено, сам лайнер, он служит вам одновременно в гостинице, как устроен лайнер, я чуть-чуть похожий, что там вы можете для себя найти, выбрать и чем воспользоваться, это будет чуть-чуть похоже через пару минут, да, у вас нет проблем с питанием, в вашем распоряжении ресторан, а то и несколько, и обязательно ресторан, который называется шведский стол, он работает практически 20 часов сутки, с небольшим перерывом на ночную уборку, парки, парк развлечений, то есть на любом лайнере вы всегда найдете и театр, и какие-то вечеринки, по программе проходят на разных палубах, то есть у вас совершенно нет проблемы, как провести свой вечер, вы можете уединиться в тихом уголочке, понаблюдать за закатом, подышать свежим морским воздухом, а можете принять участие в какой-то грандиозной вечеринке, сходить на ночную дискотеку, посетить какой-то бар, все это в вашем распоряжении. Питание, я уже немножко его упомянула, что всегда в каждое круизное путешествие, входит питание на шведском столе. При этом, в зависимости от категории вашей выбранной поюты или пакета, который вы забронировали, тоже есть разные пакеты, мы предлагаем, не мы, в нашем клубе вы можете выбрать при бронировании круиза разную категорию пакетов, то есть есть пакеты с алкоголем, есть пакеты с какими-то дополнительными даже экскурсиями, то есть все это можете вы иметь на круизе. По питанию, повторяю, что шведский стол, посещение уникальных баров тематических, там, японская кухня, корейская кухня, там, какие-то, если это итальянский маршрут, то какие-то тематические бары, купицы, фотоматы, еще там, все будет зависеть от того маршрута и от того лайнера, который вы для себя подберете. Ну и понятно, рестораны авторской кухни, то есть шеф-повара на каждом лайнере, это всегда высококвалифицированные повара, имеющие ни одну мышленовскую звезду, то есть авторская кухня вам гарантирована. Ну, это надо обязательно попробовать, невозможно так просто словами передать. Ну и понятно, кафе и пиццерии, которые работают практически все время до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера, если, допустим, вам уже надоело какое-то меню, или вы уже попробовали где-то что-то в любом кафе, у бассейна или в пиццерии, вы можете перекусить в любое удобное для вас время. Ну и, как я уже сказала, на круизе у вас идет посещение нескольких стран, городов, островов в одном круизе. И за один круиз вы можете себе сделать большую видеотеку или фотографиотеку. Профессионалы меня поправят, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, чтобы потом делиться со своими друзьями именно теми эмоциями, которые потом и через года вас вернут в это замечательное путешествие. Ну, давайте немножко развлечения круиза. Значит, активный отдых. Активный отдых есть на каждом лайнере, но, опять-таки, вы смотрите категорию лайнера, смотрите описание лайнера, но вы можете найти такой, ну, разного рода тренажеры для получения тех или иных нагрузок физических или эмоций соответствующих. То есть, если вы любитель альпинист скалолазания попробовать, но только для взрослых, полетать в аэротрубе, у меня мечта, у меня мечта, я еще не была в тех круизах на том лайнере, который отменялся у меня из-за пандемии, там как раз была аэротруба Odyssey of the Seen, и я очень хотела на него попасть, но дважды его бронировала и дважды его отменяли. К сожалению, пандемия помешала, но вселенная, я еще раз повторяю, она настолько многогранно, многомерно и щедра, что я уверена, что я буду еще на похожем лайнере, а может быть, даже и на этом более интересном маршруте. Любители гольпа, игры интеллектуалов, тоже могут для себя найти определенный уголок с этой игрой, ну, и баскетбол, и прочее. Ледовые катки присутствуют, то есть, находясь в каком-то жарком круизе, вы можете спуститься на определенную палубу, где находится этот каток, посмотрите ледовое представление вечером, а днем покататься на кольдах, если вы умеете, любите это делать. Поиграть все в теннис, на некоторых лайнерах присутствуют имитаторы серфинга, да, это путешествие на доске по волне, если я правильно выразилась, но вы меня поймете, и фотография очень хорошо это показывает. Но и обязательно на каждом лайнере есть фитнес-центр, потому что, ну, честно вам скажу, я не спортсменка, далеко не спортсменка, и фитнес-центр это такое, знаете, где-то там в конце списка моих, моих пунктов, пунктов или планов, но когда я нахожусь на круизе, я обязательно посещаю фитнес-центр. Знаете почему? Потому что выше я рассказывала о питании, ребята, я вас уверяю, даже просто придя на шведский столб, вы не сможете остановиться, чтобы съесть какую-то маленькую там порцию чего-то, там такое изобилие блюд, и они постоянно меняются, причем блюда меняются могут не только на шведском столе, но, естественно, и в ресторане, в зависимости от порта нахождения лайнера, то есть, если это Италия, то будут итальянские, если Испания, испанские, если там Мексика, то мексиканские и так далее, да, вы просто не, ну, как сказать, вы очень себя обидите, если вы откажетесь от такой возможности попробовать вот эту замечательную высокого уровня еду, ну, и понятно, что фитнес-центр в этом случае просто необходим, вот для каких целей я лично пользуюсь фитнес-центром на лайнере. Для любителей спа-услуг или саун на лайнере тоже предусмотрены такие места. На каждом лайнере есть бассейны, и в зависимости от размера новизны квалификации лайнера, классификации, вернее, классификации лайнера, бассейны могут быть от одного, если он небольшой, ну, один вряд ли, всегда, не менее двух-трех, до 11 бассейнов. Обязательно бассейны могут быть и крытые, и под открытым небом. Крытые понятно, что не всегда погода на запреди, на улице, не на улице, на воздухе, не всегда температура соответствует возможности искупаться в бассейне, поэтому для этого существуют закрытые бассейны. джакузи обязательно присутствуют на каждом лайнере, ну, и понятно, что зона отдыха, зона релаксового бассейна, она всегда оборудована лежаками, полотенцами, какими-то, опять-таки, повторюсь, пиццериями, пиццериями, барами, то есть вы можете прекрасно провести время, даже если вы не вышли в порту, не вышли в порту по причине, опять-таки, может быть, визы у вас нет для этого порта и вы остаетесь на лайнере, либо вы уже бывали в этом месте, либо просто я иногда последние последние разы, крайние разы, я не выходила с лайнера по причине того, что порт и город были далеко, и была очень жаркая погода, вот просто не хотелось себя томить в этих маршрутках или там каким-то образом добираться куда-то, вот, и мы оставались на лайнере и прекрасно проводили время у бассейна, но это моя привычка, моя история, вы можете вести себя так, как удобно вам, на лайнере, на каждом лайнере нет проблем, на любом лайнере нет проблем, как себя развлекать, всегда вечером у вас есть возможность посетить либо театральное музыкальное шоу, побывать в караоке, на лайнере до утра работают ночные клубы, если вы любители тусовки, вот такой вот молодежной, или у вас хорошее настроение, вы решили провести время именно ночью среди музыки, это вечернее времяпровождение, вы можете в течение дня посетить танцевальные мастер-классы, потому что я не упомянула еще ни разу, но сейчас скажу, когда вы находитесь в круизном путешествии, вам каждый день в вашу каюту приносят буклет, буклет с программой на следующий день, и там по часам, по минутам буквально расписано все, что будет на какой палубе в этот день на вашем круизе, и вы можете побывать на танцевальном мастер-классе, будете знать, в какой день будет проходить белая вечеринка, белая вечеринка на лайнере это такое мероприятие, когда все пассажиры надевают белую светлую одежду и аниматоры выходят экипаж свободный от вахты тоже в своих белых морских кителях, формах, и люди просто проводят прекрасное время, но весь лайнер одет в белый цвет. В зависимости от маршрута может быть проходить вот как на круизной линии Веджин Лоэш, которая сейчас очень популярна стала среди наших рулеверов, там есть вечеринка в том числе тематическая называется Lady Red, тогда все пассажиры надевают красную одежду, бывают вечеринки в стиле гавайской какой-то темы, ну в общем, то есть в зависимости, еще раз повторяю, вашего маршрута и вашей программы вы принимаете участие в той или иной тематической вечеринке. Вечер с капитаном. Вечер с капитаном это отдельная вообще тема, я обожаю эти вечера с капитанами, вот это тот день, когда капитан лично, лично приветствует пассажиров на центральной палубе, если это лайнер типа МСС Мировилья, там есть променад большой, длинный, через весь лайнер, и там находится капитан, либо выделяется какая-то другая зона специально на других лайнерах другого типа, где капитан приглашает пассажиров на бокал шампанского, всех гостей угощают шампанским, коктейлями, капитан и его свободные офицеры танцуют с пассажирами, это зрелище очень красиво, очень красиво, ребята, поэтому дамы вечерних платья, как правило, такой вот, знаете, атмосфера высшего света, будем так говорить, да, и все это совершенно бесплатно для вас, и вам не надо беспокоиться, как провести свой вечер, еще раз вам повторяю, что каждый день приносят в каюту программу с газетой, буклетик с программой. Ребята, вы знаете, даже я уже успела несколько раз стать свидетелем, когда люди выбирают провести свое самое светлое торжество в жизни, свадьбу, именно в круизе. Это так здорово, это так красиво, вот здесь несколько фотографий, это просто посторонние фотографии, но моя мечта стать участником этой церемонии со временем. Я думаю, что это когда-нибудь произойдет в качестве мамы-невесты, в качестве родственника, родственницы врачующихся. В чем заключается вот это торжество? понятно, что пара готовится к этому, заранее заявляет о том, что они будут на круизе отмечать свое бракосочетание, совершать вернее бракосочетание, и экипаж готовит для них и соответствующую обстановку, украшает лайнер, проводит церемонию бракосочетания, и это делает сам капитан. Почему этот брак признается действительно заключенный на лайнере? Потому что у капитана, как у священника, есть право фиксировать акт гражданского состояния именно во время выхода в море. И такое событие происходит именно тогда, когда лайнер находится в море, чтобы брак был юридически абсолютно законным. даже если могут быть какие-то накладки или еще там что-то, но само событие, само событие, вот эта свадьба в проюзии, это торжество невероятной красоты и невероятных впечатлений. Как бы расходы мы иногда приценивали, смотрели в нашем сообществе, разговаривали про такие события. Вы знаете, это совсем недорого, абсолютно недорого, существует определенный прайс у каждой круизной линии на такое торжество, но при этом вы совершенно не беспокоитесь о гостях, потому что весь лайнер у вас в гостях, вы не беспокоитесь о торжественном ужине, потому что для вас накрывается в ресторане столик, и весь ресторан становится вашими гостями и так далее. То есть преимущество просто на поверхности и неиспорим и самое главное незабываемое впечатление останутся с вами и с вашими детьми на всю жизнь. Некоторые наши партнеры, они отмечают годовщину своих свадеб, юбилеи, крупные юбилеи, серебряные, золотые, жемчужные, у кого какие, и тоже надевают соответствующие наряды и тоже становятся виновниками такого торжества. И поверьте, даже если вы не участник этой свадьбы, вы зритель и все равно получаете огромное удовольствие, наблюдая за счастьем людей. Ну, естественно, возникает вопрос, как можно взаимодействовать с нашим сервисом. Прежде всего, я хочу вам дать понимание того, что это не так, как вы привыкли или многие привыкли, сошли на сайт, забронировали, заплатили и поехали. Здесь немножко другая история. То есть мы подписываемся на услугу, на услугу членства в нашем клубе. И вот эта подписка на услугу членства в клубе, она дает нам возможность, дает возможность приобретать продукты наших партнеров со скидками, с выгодой, вернее, неправильно выразилась, с выгодой, с экономией. Здесь есть определенные условия. То есть для того, чтобы сформировать себе ту или иной размер экономии, мы берем на себя обязательство как члены клуба вносить ежемесячно одну и ту уже фиксированную сумму на свой личный круизный счет. И вот этот круизный счет пополняется у нас каждый месяц на 100 долларов. Клуб у нас американский, я не сказала вначале, поэтому денежная делица, которой мы оперируем, это американский доллар. Но первоначальный взнос, самый первый по нынешним условиям членства, по нашей программе, по нашим правилам, он составляет 200 долларов. Это единственный раз, когда вы вносите 200. Все остальные разы вы вносите на свой круизный счет, пополняя его, увеличивая его на 100 долларов. И сразу, ребята, хочу вам сказать, учитывая, какой сейчас бешеный рост валют в наших странах, именно вот этот метод постепенного отчисления один раз в месяц одной и той же фиксированной суммы 100 долларов на ваш круизный счет даст вам возможность накопить, накопить и потом использовать эти средства для совершения того путешествия, мечты, о котором мы говорили в самом начале. И по уникальной депозитной программе вас формируется экономия начиная от 25%. Это я вам говорю только о членстве в клубе. О членстве и партнерстве с нашим клубом будем говорить в следующий раз. Ваша реакция мне абсолютно понятна. Вот кто слышит это первый раз, это картинка про вас, ребята. Сразу идет возражение дорого, 100 долларов, дорого, боже, как это дорого, не сейчас, интересно, мне понравилось, да, даже вот несмотря на то, что я так вот как-то сумбурно вам немножко сегодня это все подаю, и все равно возникает какое-то отторжение, сопротивление не у всех, ну у некоторых, да, и при этом всегда возникает мысль, у других будет дешевле, я пойду возьму у турагента. Идите, ребята, сходите, возьмите турагента. У турагента будет точно такой же тур, да, но без этой экономии. Раз. У турагента будет точно так же дополнительные расходы, как у нас на логистику добраться до круиза и вернуться с него назад, то есть я не говорю, но сейчас это, не говорила вернее, но сейчас я это отмечу, этот момент, что мы говорим о клубе как о сервисе самого, бронирование самого круизного тура, да, но все, что дополнительно потребуется для вашего путешествия, это уже ваши ребята ответственность, то есть вы сами самостоятельно подбираете себе перелет, подбираете отели, вы можете как-то взять самостоятельно, а можете на других агрегаторах, а можете снова, возвращаю вас к нашей второй платформе стейс, где наши бронирование есть отелей для открытых стран, вот, визовые, визовые все проблемы, вопросы, вопросы, визовые вы тоже решаете самостоятельно, но не то, чтобы совсем самостоятельно, если вы первый раз отправляетесь, то у нас уже, поверьте, огромный опыт, мы друг другу помогаем, в наших рабочих чатах мы рассказываем, как это все правильно и выгодно сделать, то есть вы в одиночестве не останетесь, поэтому проходим этот слайд мимо, и я вам расскажу, как работает наш самый первый первоначальный платеж в 200 долларов, как я уже говорила, новый член-групп оплачивает 200 долларов, из них у нас существует система бонусных карт в клубе, поскольку мы клуб, мы имеем клубные карты, это понятно, да? Так вот, первый взнос 100 долларов идет на карту, которая аккумулирует все расчеты, дальше покупка, бронирование отелей и отелей, круизов и всех наших продуктов, они осуществляются за бонусные баллы, то есть ваши деньги, которые вы вносите на свой круизный счет, они трансформируются во внутреннюю единицу, которая называется бонусный балл. И вот этот бонусный балл, он у нас имеет две ипостаси, будем так говорить. Первая ипостась, это бонусный балл, карта, которая аккумулирует бонусный балл из расчета один к одному, то есть один ваш внесенный доллар равен одному бонусному баллу. А вторая бонусная карта, она вот как раз и несет на себе ту самую функцию, о которой я вам не сказала, но сейчас проговорю. То есть чем еще выгодно нахождение в нашем клубе и быть членом круизного сообщества, то что в нашем клубе применяется запатентованная система удвоения ваших бонусных баллов. И вот именно эта запатентованная система удвоения и дает нашу экономию начиная от 25%. Как выглядит эта система удвоения? То есть каждый ваш внесенный доллар, он удваивается и становится двумя бонусными баллами. Все очень просто, ребята. Все очень просто. Все остальные детали по членству и условиям нахождения в клубе пользования этими бонусными картами вы зададите тем людям, которые вас пригласили на эту встречу, либо вообще когда-то рассказали о клубе или продолжают с вами коммунициировать на эту тему. Я сейчас на этом подробно останавливаться не буду. И вот этот вот я вам сейчас разжевала именно первый платеж, который вы вносите на 200 долларов. Первые 100 долларов идут на вашу бонусную карту один к одному, вторые 100 долларов, они же превращаются в 200 бонусных баллов, идут на вашу карту, которая аккумулирует счет 2 к 1. Я думаю, это понятно. И первый вариант, после которого мы нашу встречу наверное завершим. Первый вариант нахождения в нашем клубе, это член клуба, вносите первые 200 долларов и дальше ежемесячно накапливаете по 100 долларов. В принципе, он повторяет все то, что я выше вам рассказала. Именно эти баллы вы можете использовать для бронирования путешествий и экономии своей, самой главной экономии. вот, ребята. Ну, а второй вариант, так, что-то я тут немножко в слайдах запуталась. Да, и очень важный момент, что все те деньги, которые вы вносите на свой проездный счет на нашем сайте, на нашем бокинге, они все имеют лицензированную страховку в международном страховом фонде Trust My Travel. Trust My Travel. Как работает этот международный страховой фонд? То есть, в случае непредвиденных обстоятельств с самим клубом все ваши внесенные средства возвращаются вам на вашу карту. Понимаете, да? То есть, если, не дай бог, а такого не произойдет, потому что клуб существует уже 8 лет, что-то произойдет, то ваши деньги застрахованы. Это должно вас очень сильно успокаивать на мое ощущение. Далее, значит, я обязательно поясню. Являясь членом клуба, вы платите своими накоплениями, включая бонусы, включая бонусы, не только за себя, а целиком за каюту. То есть, вы, будучи членом клуба, в свое путешествие можете взять любого пассажира, не члена клуба, любого друга, подругу. Путешествие взять с собой, кого угодно. И не только одного. То есть, вы можете забронировать каюту до четырех человек. До четырех человек вместе с вами. Понимаете, да? То есть, вы член клуба и взять с собой еще четыре путешествия. Все? Супер. Ну и, конечно, путешествие через наш клуб, вы можете счастливать свои мечты уже сегодня. Немножко статистики, ребят, я обожаю статистику. Значит, есть такая международная ассоциация КЛИА, которая регламентирует деятельность круизной индустрии. Это коротко, да? Так вот, эта международная ассоциация КЛИА ожидает, что в этом году в круиз отправится более тридцати одного с половиной миллиона человек. Но до пандемии эта цифра была равна двадцати девяти и семидесятых миллионов человек. То есть наблюдается резкий спрос и подъем любителей и бронирования, любителей круизного отдыха и бронирования. Ассоциация КЛИА ожидает, что в 2027 году в круиз отправится более сорока миллионов человек. понимаете, да? То есть прогнозирует рост. И вот эта цифра, она как раз про меня. 85% людей, которые уже побывали в круизе, планируют отправиться в него еще один раз. Поэтому отправиться в него еще не один раз. Я поправлю сама себя. Поэтому, ребята, если вы хотите попробовать отдых на порядок выше, чем вы себе когда-то позволяли, либо вообще никуда давно не выезжали, я вам просто настоятельно рекомендую стать членом нашего клуба, открыть свой круизный счет, регулярно на него пополнять. Что такое 100 долларов? Это как бы сумма для нас кажется, да, это большие деньги. По факту, если вы проведете аналитику своих расходов, вы увидите, что минимизируя какие-то траты, вы легко сможете 100 долларов откладывать при любом курсе доллара и валюты, да, и евро, и доллара, сможете откладывать именно на вот этот вид отдыха, если у вас есть такая мечта, и вы ее не предаете, несмотря ни на какие ситуации и обстоятельства. Ну и из кого состоят круизеры? 88% из них это люди среднего возраста, 86% это молодежь и 82% baby boomers, то есть дети, да, ну и дальше средний возраст круизного туриста сейчас составляет около 46 лет, сама круизная отрасль это самый элитный вид отдыха, какой только может предложить туризм, да, она придерживается принципа экологичности, постоянно разрабатывается, строится, спускается на воду новые лайнеры, эти лайнеры используют более чистые источники топлива и системы утилизации отходов, то есть зеленая программа работает по полной, да, в отчете о состоянии круизной отрасли упоминается, что некоторые лайнеры повторно используют стопроцентные отходы и в 2028 году, а он не за горами, 38 лайнеров будут ходить по нажиженном природном газе, я уже на таком одном была лайнере, это Костасмиральда, первый лайнер на нажиженном газе, который считается более безопасным для окружающей среды и 100% новых лайнеров будут оборудованы передовой системой очистки источных водок, то есть даже в этом смысле экологичный безопасный круизный отдых во всех смыслах. и немножко статистики о моей любимой круизной линии круизы, MST круизы, я очень люблю эту круизную линию, и поверьте, данные конечно на апрель 23 года, но эти данные актуальны по-прежнему, если круизная линия вкладывает такие сумасшедшие деньги, такие расходы на будущие лайнеры, на 8,2 миллиарда долларов, как вы думаете, планируют эта круизная линия разоряться, либо останавливаться в своей деньги, я думаю, что нет, и поэтому вступая в наше сообщество, мы даем себе, членам своей семьи, и также всему нашему окружению, возможность путешествовать вот таким видом отдыха экономно, выгодно и очень комфортно, самое главное элитно, вот, люблю это слово, мне нравится, это элитный вид отдыха, и сами круизные линии, они тоже делятся по разным категориям, есть круизные линии для средних сегментов, есть круизные линии для богатых сегментов, есть лайнеры маленькие, есть лайнеры крупные, есть лайнеры на тысячу человек, но очень эксклюзивных, и такие лайнеры, MSC круизность запускает такую тоже категорию лайнеров, поэтому я вас приглашаю принять участие, попробовать для себя, открыть для себя вот этот вид отдыха и принять участие в нашем сообществе, ну, а дальше идет тема, как построить бизнес с нашим клубом, это оставим на следующий раз. И в окончании, я не знаю, ребята, насколько вам понравилась сегодня моя встреча, рассказ, я вам просто хочу показать небольшой ролик, чтобы вы, кто не знаком с круизным отдыхом, хотя бы вот через это видео посмотрели, посмотрели на те лайнеры, которые мы предлагаем вашему вниманию. рода. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!